Этот цветок буквально околдовывает людей посмотреть на его красоту и вдохнуть необыкновенный запах. Поклонники приезжают за сотни километров. В Никитском ботаническом саду уже в 62-й раз открылся бал Хризантем. Посмотреть на экспозицию этих изысканных цветов, несмотря на дождь, приехало множество гостей. Вместе с ними мероприятие посетила и Татьяна Шимонаева. Хризантемы в Никитском ботаническом саду посажены кругами, поэтому на небольшой территории удалось разместить 30 тысяч кустов. Ученые-селекционеры многие годы не только терпеливо собирали разные сорта Хризантем со всего света, но и создавали новые. В этом году с гордостью демонстрируют нежно-розовый лепестковый дождь и яркую, забавную египтянку. Этот сорт уникален тем, что он самый ранний в коллекции. Он зацветает 6-9 октября, поэтому мы его можем рекомендовать для выращивания более северных районок. То есть он успеет зацвести до заморозков. Сейчас под открытым небом в саду цветут 200 сортов осенних красавиц. В этом году к ним прибавилось еще 25. Вклад ученых по достоинству оценен. Благодаря Ивану Забелину, создавшему более 100 сортов, Галине Феофиловой и Татьяне Шолоховой, Хризантемы у нас стали популярны не меньше, чем на родине цветов в Японии. Наша коллекция увеличивается с каждым годом. Мы работаем над этим и являемся некоторыми законодателями даже мод в этой селекции. У нас каждый год появляются новые сорта, мы вносим их в реестр. В этом году у нас очень много отечественных сортов, которые мы представляем у нас. Поздравить коллектив и поблагодарить за работу на цветочный бал приехало множество гостей, для которых достижение ученых-цветоводов много значит. Уверена, что красота спасет мир. И для меня цветочные события – это еще один радостный день в жизни, когда красота наполняет нашу жизнь. И я очень рада, что у нас есть в Крыму такое необыкновенное место и такие люди, которые создают эту красоту каждый день. В саду много уделяют внимания защите растений и налажены связи с всероссийской карантинной службой. Из Москвы на бал даже специально приехал представитель этой организации. С руководством Никитского ботанического сада достигнута договоренность о заключении договора на совместную деятельность в сфере защиты растений, в сфере сохранения популяции цветов и любой растительной продукции, которая находится на территории Республики Крым. Открывая бал, все гости желали саду процветания. От цветовода Никиты приглашали крымчан и гостей полуострова приехать и насладиться красотой цветущих хризантем. Узнать, какую из осенних красавиц в этом сезоне выбрали главной и увидеть своими глазами, как будет выглядеть цветок, названный в честь Крымской весны. Татьяна Шимонева, Михаил Басов. Время новостей. Никита.